Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь продолжить тему рецептов с макаронными изделиями, что-то маловато их на канале. Ну, посмотрите в плейлисте, сами увидите. Это будет резотированная паста с тефтелями. Напомню насчет резотирования. Все вы знаете, как готовится ризотто. Это сухой яйц. Мы сначала обжариваем с овощами или без, а потом понемногу частями вливаем кипящий бульон, вмешивая каждую порцию. В блюдо привлекает такую классную консистенцию. С пастой история та же самая. На канале есть парочка рецептов с этой техникой, но будет третий. Итак, понадобится говяжий фарш, зелень сельдерея, лук, лимон, чеснок, цикорий салатный, сыр, я взял пармезан, белая консервированная фасоль, какая-нибудь короткая паста, это у меня тибуроны, и насыщенный куриный бульон. Это свадим из куриных костей. Это остовые, кончики крыльев, шеи и предварительно были запечены овощи. Морковь, лук-порей, стебли сельдерея, все это я слегка присыпал мукой кукурузной. Поехали. Для начала займусь тефтелями. Чтобы они были вкусными, мне в говядину надо добавить лук. Да, и часть лука обжарю до румяности на оливковом масле. Чеснок помельче. Зелень сельдерея порубить. Немного цедры лимона. Соль. Перца обязательно побольше. Молотый кориандр и укроп. Мне, к сожалению, только сушеный. И перемешать. Ну, фарш готов. Набор пряностей, как вы прекрасно понимаете, можно корректировать под свой вкус. Вы же для себя готовите. Собственно, можно начинать процесс тепловой обработки тефтелей. Лук уже в отличном состоянии. Надо их слегка подрумяниться. Так что обжариваю на достаточно сильном огне. Но нельзя сжигать лук. И до готовности их доводить не стоит. Им еще в бульоне тушиться. Ну, вот это состояние в самый раз. Пора добавлять фасоль. И чуть-чуть бульона. Сейчас доведу до кипения. Как раз есть минутка цикорий салатный порубить. Он слегка огорчит. Очень интересный вкус у него. И мельчить совсем уж не стоит. Так. И вот только сейчас кладу пасту. На данном этапе отвлекаться от сковороды нельзя. Рожки впитывают влагу и соус моментально загущается. Поэтому помешиваю. Подливаю бульон. Опять помешиваю. Опять подливаю. Бульон у меня соленый. Поэтому я блюдо не солю. Вы же пробуйте и доводите до вкуса. Все. Паста уже почти готова. Сус тоже отличный. Последние штрихи. Пармезан. И немного цедры. Главное правило итальянской кухни. Не паста ждет гостей, а гости пасту. Надеюсь, вы уже за столом. Музыка. 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 Ну, я ложкой, потому что вилкой это зачерпывать не получится. Слишком классный соус. Вот ради этого соуса, ради этой консистенции затевается все это резотирование. Очень легкий аромат цедры, лимонный. Ну, и, естественно, вот этот вот цикорий салатный, он здесь прям в тему, потому что он слегка с легкой горчинкой. Я уже съем. Мне очень нравится это блюдо. Сочетание одновременно и пасты, и фасоли, как раз позволяет создать вот этот вот классный, очень густой такой тягучий соус. Очень аромат. Да попробуйте просто, и все, что я вам рассказываю. Короче, спасибо за компанию. Приступайте к готовке. Всем пока. Извините. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры ideal moment. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok